Взлетая в группу Кривида, Ваши эвакурины, Ваши эвакурины, Металя и Третьяна, Ваши эвакурины, Ваши эвакурины. Да. Алло. Здравствуйте. Ну? Звонок из Бирбанка поступает. Меня зовут Тихонова Лидия Анатольевна. На разговор записывается Ксения Александровна, это Вы? Да. Заня, мама задела по работе с проблемной задолженностью, мы сопровождаем договора в суде По вашей председательной карте документы были подготовлены Каким образом вы сопровождаете договоры, не договора, а договоры, правильно говорите, сопровождающие, мадам Каким образом вы сопровождаете договоры в суде, расскажите мне, пожалуйста Каким образом, а почему я вам должна это рассказывать? Ну, потому что вы опрометчиво сказали то, к чему вы не имеете никакого отношения Потому что мы с вами оба прекрасно понимаем, что вас дальше телефонные трубки никто не пускает Потому что либо вы не юрист и просто оператор колл-центра Либо никакой уважающий себя юрист вот этими вот звонками не утруждал бы себя Именно поэтому я и спрашиваю вас, каким образом вы сопровождаете договоры в суде Вы идете, может быть, когда отправляете ишковое заявление по почте России, вас отправляют на почту? Или что? Как вы сопровождаете? Это лишняя для вас информация? Я бы мне не интересовалась А вам нечего ответить? Или в чем проблема ваша заключается? Конечно, конечно, и мне ваше разрешение не нужно Нет, смотрите, как пойдет у нас диалог Я буду с упорством маньяка задавать вам один и тот же вопрос Вы будете старательно избегать ответа, потому что ответа у вас нет Потому что вот эту чушь вы только что придумали Вы будете стараться перевести разговор на задолженность, мои персональные данные Но не получите ни крупицы информации Можете быть свободны, как птица в ясном небе Счастливого, счастливого пути Фиксируйте себе глубоко Фиксируйте себе все поглубже И вертите до получения максимального удовольствия Все, можете быть свободны Все, можете быть свободны Ой, детсад берет Кто обживается, тот так само называется, да? Уйди мой окошечко, молодец Нет, если бы у вас было немножечко побольше серого вещества Вы бы понимали, о чем я говорю Я же говорила, как будет Смотрите, у вас бомбит Адрес регистрации, 8 тысяч рублей Там у вас от тему на тему вы скачете Вы бы с таким же пылом отвечали прямо на вопросы, которые вам задают А вас, видимо, очень-очень обидело, да? Что вас за язык поймали И поймали на том, что вы врете и накидываете на себя пуха Да Алло, здравствуйте Да-да Сын Дмитриевна? Кто спрашивает? Это ОКС Меня зовут Аманжула Владимировна Джумабековна Разговор записываю Джумабековна, как я с вами разговариваю? Я с вами разговариваю? Со мной По поводу вашей финансовой задолженности Звоним перед микрофинансовой компанией Займ онлайн по ИТС По состоянию На акт июня Сумма вашего долга Составляет 24 570 рублей Вам необходимо погасить данную сумму финансовой задолженности В полном объектах Оплата, как она будет с вами проведена До 21 июня Оплату гарантируете по задолженности? Джумабековна, ты когда-нибудь документы пришлешь Подтверждающие, что ты вообще чей-то представитель Или так мы будем с тобой 100 миллионов лет на слово тебе верить? Запросите документы у твоего кредитора В чем проблема? В чем проблема у тебя, Джумабековна? Зная, что мне не прислали никаких документов Продолжать задавать вопросы, не получая на них ответы Только потому, что ты, Джумабековна, и КЭП твой Никто и звать вас никак В наших отношениях с кем-либо Вашего согласия на передачи данных не требуется Во-первых, требуется Во-первых, требуется Это ложь, что не требуется В договоре В договоре должно быть прописано Что я не возражаю Против передачи Информации Третьим листом 152-й Тихо-тихо Джумабековна, не бомбись Не бомбись Успокойся 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 и слушай Ты вопрос задала Ты вопрос задала Ты вопрос задала Я не давала вам вопроса Чучунда, как это не задавала Ты мне сказала, где это прописано Я тебе говорю, что 152-й федеральный закон Чучева Ну что ты такая глупенькая Вот года идут, а ты все деградируешь и деградируешь Сидя в своем кайфе Ну давай уже завязывайся Поработенкой Надо хотя бы консультировать с юристами Хорошо, что-то Да, зачем мне консультироваться с юристами? Вот скажи, Джумабековна, ну нельзя же быть такой тупой Почему обязательно нужно консультироваться с юристами? Если можно, открыть Гражданский кодекс и почитать его Можно почитать федеральные законы Я тебе, кстати, тоже очень рекомендую Жизнь заиграет по администрации По факту мошеннических действий В адрес компании консультуры Ага, по факту мошеннических действий Ты дотрынди Здравствуйте Уведомляю вас из записи разговора Зовут меня Самсонова Дарья Александровна Это у столичного агентства по возврату долгов Специалист коллекторского агентства Я с Юлией Ивановной Я могу поговорить? Говорите Это вы? Это мы Вас не слышно, можно погромче немножко? За деньги только Что еще раз? Бананы душу достаем Я не понимаю, что вы говорите Очень нахрен Вас не слышно, вы можете громче-то говорить? За деньги только Вас не слышно, Юлия Ивановна Звоним мы вам по поводу вашего долга Ранее вами был оформлен займ Действуем мы в компании От лица компании В интересах ОМФК Конго У вас имеется задолженность 12 937 рублей 50 копеек На 21 июня 2021 года Сумма для полного погашения По какой причине не оплачиваете? Не хочу Я не слышу, что вы там не хотите Можете разговаривать-то громко? Нет Знаете, когда займы этот оформляли Я думаю, разговаривали громко И на вопросы-то на все отвечали Я всем похер Что-то там А сейчас не А сейчас не имеете права В принципе, по 310-й статье Гражданского кодекса Отсказаться от выплаты По вашему договору Поэтому ваше желание Не платить абсолютно неуместно Да, пошло-то Это вы так вопросы решаете, что ли? Угу Это вы считаете взрослый разговор Человека, который оформил займы Теперь не платит 4 месяца? Угу А работаете вы кем? Начальницей твоей Ну, я так понимаю У вас свое агентство По проведению банкетов? У меня свое агентство По раздаванию поджогников Коллекторов Я даже не понимаю Ни слова, что вот вы сейчас сказали Да мне похер Ну, вы вообще осознаете Это последствия По твоей неоплате? А ты осознаешь, что не светит тут ничего Я не понимаю, что вы говорите Да я не понимаю, что ты тупица говоришь Ничего, живу же с этим По прописке кто живет у вас? Мама твоя Тоже непонятно мне, какой вы там ответ дали Получаете, ты сколько работая директором? Ты все равно не поймешь Что я на тебе отвечаю Так вы громко-то ответьте? Да, то все же ты громко А ИП у вас по производству деревянной тары Что производите? Поджопники коллекторов Тоже непонятно, что вы там говорите, Юлия Ивановна Как ты тупая мразь У вас что-то со связью? Непонятно У вас со связью какие-то проблемы? Расскажите Или у вас с бизнесом какие-то проблемы? Что вы теперь шепчете что-то непонятное? Взяли займ Теперь не можете ни оплатить, ни ответить по поводу неоплаты Я думаю А у тебя с башкой проблемы? Ну мы вам перезвоним, когда будете более громче разговаривать Что-то по делу скажете Я буду громче разговаривать Я могу понять очень довольствие Или что-то принято Завершайте, пожалуйста, я не знаю Именно в ваших местах Великобритании Расскажите Надечку и эффектируют Не оплаты Да Здравствуйте Да-да Компания вред Инспектор Петерский Тепана Сергеевна Идет 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 Разговора Юлия Ивановна Да-да У вас имеется задолженность перед компанией кредит Расскажите Сумма долга И кредитор требует возврата денежных средств в течение 3 дней 21 июня В какой день поступит оплата? Зачем вам эта информация? Юлия Ивановна Ай В какой день поступит оплата? Зачем вам эта информация? Затем, что на основании Федерального закона 230 мы имеем право посредством телефонных переговоров требовать от вас погашения задолженности А вы обязаны надлежащим образом... Вы же не являетесь моим кредитором Мы являемся официальным вашим кредитором Вы являетесь официальным моим кредитором? Что за глупостью? Я у вас ничего не брала Мы являемся официальными представителями вашего кредитора Доказательства этому какие-то имеются? Или только с ваших слов? 1007 статья? Ага, понятно 1007 статья чего? Не подскажите? ...юля Ивановна ... ... ... 1005 статья? Это вам так на будущее? Я сейчас... Мне прям интересно 1007 статья, но хотя... ...юля Ивановна, Юлия Ивановна ... ... что такое, моя кошечка? ...юля Ивановна ... что случилось? Что такое? ... вы с кем разговариваете? ... а вы как думаете? ... вы с кем разговариваете? Я не знаю, я у вас спрашиваю ... вы не думаете сейчас? Я вам рекомендую, очень полезная функция ... если вы... Аля Здравствуйте Да, привет ... это у нас из Рубанка России и приходит к Любови Вячеславу У нас разговор записывается в Венеру Лемаровну ... могу слышать? ... послушайте ... ... это вы? ... это мы ... 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 Карл, куда вы его сопровождаете и каким образом? Из управления. Куда и как вы сопровождаете исполнительное производство? Мы его в суд направляем. Исполнительное производство в суд направляете? Зачем? Идет сейчас ваше дело, пока в нашем банке находится. Дело готовить на передаче, что-то уже написано, заявление по месту ваше проживание. Ага, то есть об исполнительном производстве пока речь не идет. Вы говорите, что вы направляете его в суд. Но вы же наверняка не направляете ни хрена шишки в суд. У вас есть один штатный младший юрист, какой-нибудь студентик, который шаблонные дела, правит, иски и отправляет. Целое управление в шкиворобушке собралось, да? Сопровождение. Ладно, направлять заявление в суд. А сопровождать там чего? И как вы сопровождаете? У вас есть юридическое образование? Вы сейчас хотите выяснить, как в банке идут дела? Конечно, почему бы и нет. Нет, я хочу выяснить, доколе вот такие вот операторы колл-центра, как вы, будут прикидываться? Хрен пойми, киев. По большому счету вы оператор колл-центра. Вам гранитурку дали, скрипт написали. Все. А вот это вот брехня вся, к чему вот это вот? Управление, бу-бу-бу, сопровождаем, бу-бу-бу. Да кто вас дальше в телефонной трубке пустит? Зачем врать? Венера Лимаровна. Врать зачем? Венера Лимаровна, вы кто? Зачните, пожалуйста. Херпальто. Прекрасный вопрос. Вы кто, Венера Лимаровна? Я Венера Лимаровна. А вы кто, на самом деле, товарищ Брехлов? Вы нам считаете какие-то... Вы себе характеристику даете. Чуть-то! Почему это я себе? Подождите, вы позвонили, вы позвонили, наглым образом обманули меня, попытались сказать, что вы на самом деле не являетесь, а теперь говорите, я констатирую факт, что вы брехло, потому что вы меня обманули. Вы говорите, вы себе даете характеристику, кто обзывается, тот так само называется. Значит, вы, помимо этого, еще невежда ведете себя, как ребенок, то есть, инфантильно, да нельзя. Ага. Как вот такого человека, как переговорщика, можно воспринимать? Подскажите мне, пожалуйста. Как можно вот такое существо, как вы? Вы меня, пожалуйста, добиваете? Вы меня готовы слышать? Нет, не готова. У вас, во-первых, голос противный, во-вторых, вы несете херню, поэтому я не готова вас слышать. Ну, тогда ждите повторного звонка. Все, жду завтра только, сегодня уже нельзя, потому что если вдруг вздумаете нарушать количество взаимодействий, у меня все звонки записываются с детализацией, отправлю в Центробанк. У вас там-то, конечно, все подмазано, но не рвись, чтобы вам немножко попортят, конкретно вам. Все свободно. Так от банка... Свободно, раз в день можно звонить. Свободно, мышь, свободно. Да нет, свободно, нет. Все, тогда звоним почаще, нарушаем закон, получаем штрафы. Роскомнадзор тоже никто не отменял. Все, попрощалась, мышь, пока. А вы сейчас что нарушаете? Вы сейчас что нарушаете? Пока, мышь, Андра, в норку. Да я не прощаюсь с вами. Да как, вы уже не прощает, что за биполярочка? Только что сказали, что ожидаете повторного звонка, значит, а теперь все. Ну, я же говорю, свистит фляга уже. Вот нормальные сотрудники кончились в Сберии. Вот закончились, остались вот такие вот, да, неадекватные. Я говорю, пока. Пока. Да я не прощаюсь с вами. А я прощаюсь, пока. Пока, кукушечка, пока. А я с вами не прощаюсь. А я прощаюсь. Это может длиться бесконечно. Конечно. А вы, вот скажите, чем вы обычно с утра упарываетесь? Потому что я слышу, что упоротые, но просто влоскутые. Вот чем вы упарываетесь? Что вы предпочитаете? Неразмарно. Мы сейчас с вами будем разговаривать. Что вы предпочитаете? Ну, потому что на трезвую голову не может человек нести такую околесицу. Я не верю, что существуют люди на планете Земля, которые могут на трезвую голову нести вот такую околесицу. Даже если из-за бабки. Даже если им там хозяин косточку кидает за это. Но как можно такой бред нести? А вам что-то кидать? Мне никто, я сама по себе. Мне никто ничего ни за что не кидает. Это вы на прислужении. Вам сказали, апорт след, джульбарс. И вы, трын-дрын, ты-ты виляя хвостиком поскакали. Это у вас так. У меня нет, у меня не так. Представляете? Значит, вы намерены не возвращаетесь вам кукушечками. Значит, я намерена с кукушечками, которые упоролись с утра непонятно чем, не намерена вести переговоры. И я об этом сказала еще сколько-то раз говорим? 5 минут, еще минуты 3 назад. Но в силу того, что вы за своей упоротостью ничего не видите и не слышите, вы это игнорируете. Но продолжайте игнорировать, осуществлять бессмысленные действия. Не разумеется, вы уже с нами разговариваете. С кем с вами? С вами и с вашими блоками? С банком. С банком вы разговариваете. Я с банком не разговариваю, я разговариваю с тупой кукушечкой. С банком не разговариваете. Ну как можно разговаривать с банком? Банк – это неодушевленный предмет. Как с ним можно разговаривать? Я являюсь представителем банка. Вы являетесь тупой кукушечкой, не более того. Представлять банк вам полномочия бы никто не дал. Я думаю, это только в телефонном разговоре. Потому что, да что, куда, подождите. Я же еще не закончила с вами разговаривать. Вы мне сказали, пока я не закончу, вы будете говорить. А тут хвостик прижали тупой кукушечке. И она начала истерить и трубки бросать. Нет, тушки, трубки бросать вы будете в другом месте. Нет, вы трубки бросать не будете. Я сказала, будем разговаривать. Значит, будем разговаривать, сидеть, терпеть и слушать. Понятно? Я спрашиваю, понятно? Задача ясна? Специалист управления сопровождения судебного и исполнительного производства. Вам понятна ваша задача? Вы меня слышите? Нет, не слышу. Я задаю вопрос, тупица. Понятна задача? Тогда ждите повторный звонок. Все, завтра жду. Пока-пока, чмо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok